Жить с огромным грузовиком внутри своего дома второй день приходится семье Балдашовых в Адском районе. Как мы сообщали, вчера в их частный дом рано утром въехал 60 тонн и больше груз. Водитель, видимо, заснул за рулем и кабина оказалась прямо посреди зала. Люди, к счастью, не пострадали, но вот что будет с домом дальше, большой вопрос. Грузовик пока не извлекают, так как все это должны оценить страховщики. Убрали все доски, все осколки, здесь вот немножко осталось еще, не добирали. И начали разбирать стену, в которой кирпичи вылетают. Здесь по кругу у нас шло отопление, трубы отопления. Мы здесь срезали, здесь мы поставили заглушки, чтобы хотя бы вода не лилась, ничего. Мы отапливаемся камином, но сами понимаете, у нас нет стены, камин нам не помогает. На кухне мы включаем все газовые конфорки, чтобы как-то было тепло. Дверь мы заделали пенопластом, пенопластом обычным, чтобы не дуло, и одеялом. У нас сегодня из больницы выписали папу, у нас инвалид третьей группы, у него очень болят ноги. Вот в такие вот разрухи мы его привели. Как в таких условиях сейчас жить и нам, и отцу инвалиду. Мы включили газовые конфорки, сюда подвинули камин и так ночевали ночью. Очень было холодно. Мы принесли матрасы сюда, стол сдвигали, здесь сложили матрасы, одеяло прямо на пол, прямо на полу. Да, полы были холодные, но нам пришлось спать так. Везде щели, везде дует, тут камином не натопишься. Щели в комнате идут по потолку, потому что крыша свезена, ее камаз свез. Дальше щели идут по всем углам комнаты. Если вы обратите внимание, что здесь щели, извините меня, не в мизинь с толщиной. Вот я теперь переживаю, как этот камаз будут вытаскивать, если дом совсем сложится. Здесь все колеса у него ушли в подпол. Когда будут вытаскивать этот камаз, крыша пойдет за камазом, потому что крыша лежит на камазе. И все комнаты сложатся. Встречались с представителями этой организации, хозяев машин. Договорились о том, что через несколько дней мы едем в страховую. Затем приезжают оценщики, оценивают всю эту ситуацию. И после того, как оценщик к нам приедет, будут вытаскивать этот камаз. Ездили мы сегодня к главе Ватского округа. Именно, что КАТЭ будет помощь оказана, мы этого не услышали от него. Он сказал, что подключит прокуратуру, подключит ГАИ, чтобы быстрее убрали камаз, чтобы залатать хотя бы эту стену и в зиму начать жить. Ну, с нашей стороны мы найдем подрядную организацию, для того, чтобы побыстрее восстановить все. В плане материальном, я не знаю, возможностями, наверное, не получится, потому что нецелевка будет. Это собственное жилье, это частное жилье. Ну, организационные моменты какие-то мы поможем сделать. Еще месяц ждать. Впереди морозы, дожди, холод. У нас нет ни отопления, когда нам это все, ни электрического, ничего нет. Кстати, с большегрузом в зале Балдашовым придется жить еще как минимум несколько дней. Главная задача сейчас это попытаться при извлечении грузовика сохранить остатки дома. Дом щитковый, ему 35 лет и прочностью он не отличается.